МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальный раздел нашей выставки посвящен торгово-экономической деятельности Советского Союза в условиях войны в Европе. Один из сюжетов советско-германского сотрудничества в 1940-м, первой половине 1941 года. Сюжет, который вызывает много дискуссий, споров и даже вопросов, а не вскармливал ли Советский Союз себе на виду своего будущего противника. Ответить на этот вопрос помогают документы нашей выставки. Действительно, Германия в этот период нуждалась в продовольствии и сырье, а Советский Союз в современной военной технике и технологии. Советско-германские экономические переговоры начались в Москве в октябре 1939 года и продолжались несколько месяцев. Причем из документов видно, что советская сторона проявляла большое упорство и отказывалась подписывать соглашение до тех пор, пока советские специалисты не получат доступ к современным новейшим разработкам немцев, состоящим на вооружении германской армии. Мы экспонируем постановление Политбюро от 15 октября 1939 года о направлении в Германию советской делегации, которая ставилась задача выяснить новые технические достижения немцев по судостроению, артиллерии, механизмам кораблей, по броне, а также по черной металлургии, а также выяснить возможности размещения заказов по указанным выше позициям. Далее одна из шифровок советской делегации из Берлина в Москву о тех препятствиях, с которыми она сталкивалась на месте, когда советским специалистам было отказано в доступе к новейшим разработкам. Покупать устаревшие образцы в намерение советской стороны, естественно, не входило. Из многочисленных записей бесед в ходе этих переговоров, которые сохранились в архивах, мы экспонируем запись беседы германской экономической делегации со Сталином в Кремле 31 декабря 1939 года. В этой беседе Сталин вновь повторяет один из основных принципов. Экономическое сотрудничество должно быть равноценным. Сколько Германия даст, столько она и получит, говорит Сталин. Хозяйственное соглашение между Советским Союзом и Германией было подписано 11 февраля 1940 года. Вот этот документ, оригинал которого хранится в архиве внешней политики Российской Федерации. Подписание этого документа, безусловно, вызвало определенный эффект за рубежом. В частности, заместитель министра иностранных дел Великобритании Батлер в одной из бесед с советским полпредом Мальским несколько раз возвращался к этой теме и пытался выяснить, не следует ли после подписания этого соглашения рассматривать СССР и Германию как союзников. В ответ на это, нарком иностранных дел Молотов 22 февраля 1940 года направляет майскому шифротелеграмму с текстом ответа для Батлера. В ней он пишет. Первое. Мы считаем смешным и оскорбительным для нас не только утверждение, но даже простое предположение, что СССР будто бы вступил в военный союз с Германией. Второе. Хозяйственный договор с Германией есть всего лишь договор о товарообороте. Причем договор экономически выгоден для СССР, так как СССР получает от Германии большое количество станков и оборудования, равно как изрядное количество вооружения, продажи чего нам неизменно отказывали как в Англии, так и во Франции. Пишет Молотов. Вот эта шифротелеграмма, текст, который написан Молотом, собственноручно хранится в архиве внешней политики Российской Федерации и экспонируется впервые, причем в подлиннике. Так что же именно получал Советский Союз из Германии и что отдавал взамен? Перед вами отчетные документы об объемах экспорта и импорта Советского Союза по хозяйственному соглашению с Германией за первый год его действия. Из этой таблицы видно, что основной статьей советских поставок в Германию являлось зерно, ячмень, овес, горох, чечевица. На втором месте были нефтепродукты, на третьем хромовая руда, марганцевая руда, далее металлы и другие товары. А это перечень поставок из Германии. Во-первых, он значительно шире, во-вторых, он кардинально отличается по своему составу. Видим, что на первом месте были военные заказы, прежде всего авиация, морское судостроение, морская артиллерия и так далее. Дальше промышленное оборудование, металлы и каменный уголь. Таким образом, заключив хозяйственное соглашение с Германией, Советский Союз прежде всего решал задачи развития своего военно-промышленного комплекса, готовясь к неотвратимо надвигающейся войне. Например, Советский Союз получил все основные типы немецких самолетов, которые поступали на изучение и испытания советскими специалистами, и это, конечно, расширяло представление советских авиаконструкторов о техническом оснащении будущего противника. Однако, не стоит думать, что в этот период, накануне Великой Отечественной, единственным торговым партнером СССР являлась Германия. Это не так. Документы из архива экономики, в частности, вот эта таблица Главного таможенного управления, Наркомата внешней торговли, свидетельствует, что основных партнеров было двое. Помимо Германии, это еще и Соединенные Штаты Америки. Например, в 1940 году Германия занимала первое место по экспорту и второе по импорту. США наоборот, первое место по импорту и второе по экспорту. Таким образом, накануне Великой Отечественной войны Советский Союз достаточно успешно решал проблему приобретения новейших образцов военной техники и вооружения, прежде всего за счет реализации хозяйственного соглашения с Германией. Основными торговыми партнерами в этот период являлись Германия и Соединенные Штаты Америки. Субтитры создавал DimaTorzok